Эфир на телеканале «Россия-24» продолжает «Вести Ульяновск» в студии Гульнара Шарипова. Добрый вечер. Вначале коротко о главных темах этого выпуска. 100 миллионов рублей и 25 новых рабочих мест. В регионе откроется завод по производству противопожарного оборудования. Соглашение между губернатором и новым резидентом ПАЭС уже подписано. Художественный музей, а может быть научно-образовательный центр или торгово-офисные объекты. Какой будет территория бывшего Суворовского училища. Мнения людей ждут в общественной палате региона. Дебютный, но уже межрегиональный. На льду «Фока-Лидер» прошел первый в истории Ульяновской области турнир по фигурному катанию. На промышленной площадке Заволжского района новый резидент. Он откроет завод по производству противопожарного оборудования. Соответствующее соглашение подписано с главой региона. Предприятие начнет работать уже в этом году и создаст 25 рабочих мест. Общий объем инвестиций – 100 миллионов рублей. Ульяновск находится на территории, очень удобной, скажем так, в транспортном, в транспортно-логистическом плане. И, в общем-то, промышленный кластер, который развит, такая агломерация и Димитровоград, и Ульяновск. Для нас это большой плюс. В дальнейшем компания готова расширить производство и наращивать рабочие места. Мы рады, что вы к нам приехали, будем помогать. Всего за этот год в Ульяновской области подписано 11 подобных соглашений. Для всех резидентов действуют все существующие в России формы и меры поддержки инвесторов, что гарантирует им защиту своих вложений. Каким будет территория бывшего Суворовского училища в центре Ульяновска? Этот вопрос решается с привлечением экспертов, архитекторов, краеведов, бизнеса и общественности. Вариантов множество, а процесс уже начался. В ближайшие годы территория, которая долгие годы находилась в запустении, должна стать одним из любимых мест отдыха горожан. Территория, которая многие годы была закрыта от горожан, уже скоро должна стать украшением областного центра. Для создания проекта «Развитие территории бывшего училища» был объявлен архитектурный конкурс, победителем которого стало Ульяновское бюро в союзе с художественным музеем. Хотелось создать на этом пространстве не просто какое-то красивое место, но место, которое будет жить и будет жить постоянно, в котором будет кипеть жизнь, жизнь будет очень интересная, разнообразная, и все городские функции здесь будут сконцентрированы. При этом, разрабатывая проект, архитекторы постарались учесть интересы всех потенциальных пользователей, ведь запросов и различных мнений было много. Из трех проектов, которые мы видели во втором этапе, конечно, проект, который был представлен Кириллом вместе с Анной Маркиш, был лучшим проектом. И я думаю, не сидящие здесь члены жюри в этом тоже не сомневались, они поддержали этот проект. Я считаю, что сам по себе вот именно проект, он гениален. Проделана колоссальная работа. То, что нужно дорабатывать, да, я согласен с коллегой. По видеосвязи к обсуждению присоединился и член Союза архитекторов России Сергей Конгро. Он подчеркнул, любая концепция – это только начало проектирования будущего пространства. Мечтой, которая должна быть реализована, чтобы дать развитие городу, глава областного Минкульта называет идею создания нового художественного музея, который будет привлекательным для молодого поколения. Это проект, который сегодня нужен нашей молодежи. А молодежь хочет ходить в современные музеи. Они хотят общаться в современном пространстве. Выбрать начинку здания бывшего кадетского корпуса может каждый. Что это будет? Научно-образовательный центр, учреждения культуры, молодежно-креативное пространство, торгово-офисные объекты или госучреждения? Мнение людей ждут в общественной палате региона. Сергей Пузиков, Артем Петров, Вести Ульяновск. История о вечных ценностях, сюжет, изобилующий шутками, или кино про церковь современного блогера и криминал. Все это один из самых ожидаемых фильмов года «Непослушник-2». Накануне в Ульяновске прошел премьерный показ фильма компании «Кара Прокат», снятого при участии телеканала «Россия-1». Первая часть фильма, в которой блогер пытается снять скандальный материал в монастыре, а в итоге находит там друзей и многое переосмысливает, вышла в начале этого года. Комедия с необычным сюжетом имела успех. Фильм получил главный приз фестиваля «Виват кино России». И вот на экране продолжение «Непослушник-2». Второго непослушника ждали достаточно много людей, ждут, так как первый непослушник достаточно широко себя проявил. Его ждала не только молодежь, но и родители, бабушки, дедушки. На сей раз помощь нужна уже не блогеру, а священнику, отцу Анатолию, который потерял память. Причем накануне исповеди криминального авторитета, который решил переосмыслить свою жизнь. Сюжет весьма необычен. Многие герои, знакомые по первой части, наверняка предстанут в новом свете. Конечно, у каждого человека какая-то своя дорога к тому, чтобы стать лучше. А еще у режиссера была очень трудная задача сделать из этого еще интересную историю и веселую. Самое главное, что это получилось. Как и первую часть фильма «Непослушник-2» в основном снимали в Шуйском районе Ивановской области. Эти места уже стали своеобразной достопримечательностью. Шоппинг. Шоппинг в Шуй. В Иваново, там текстиль. В ролях знакомые по первой части фильма Виктор Хореняк, Юрий Кузнецов, Татьяна Орлова. Есть и новые персонажи. Роль желающего измениться бандита сыграл Гоша Куценко. Это история о взрослении, о принятии ответственности. Ну, это так скучно и неинтересно звучит. Вот, поэтому для меня это как бы то, каким был герой, каким стал. Но фильм не про это. Фильм про теплые ламповые чувства. Вся нагрузка юмористическая легла на Гошу Куценко, на нового персонажа, нового артиста в нашей команде. А на меня легла уже, так скажем, ответственность режиссерская. Как закончилась масштабная операция по возвращению памяти и как изменятся герои к концу фильма? И, возможно ли, третья часть непослушника? Ответы на некоторые из этих вопросов можно узнать, только посмотрев картину. В кинотеатрах ждут наплывы зрителей, ведь первая часть непослушника собрала приличную кассу в 300 миллионов рублей. Елена Тимонина, Игорь Кранцев, Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. В Ульяновском физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» прошел первый в истории региона турнир по фигурному катанию. Несмотря на то, что он стал дебютным для области, сразу получил статус межрегионального. Кроме наших спортсменок, на лед вышли юные участницы из Татарстана, Мариэл, Чуваши, Самарской и Пензенской областей. Собрать было несложно. Так получилось, что нам пришлось даже отказываться некоторым спортсменам, к сожалению, потому что заявка очень быстро набралась. Сейчас колоссальное желание работать, развивать. Поэтому, чтобы наши слова были, как сказать, закреплены делом. Участниц, представляющих Ульяновскую область, было около 30. Первых мест в активе хозяев состязаний не оказалось. Есть вторые и третьи позиции в различных номинациях и возрастных группах. Главное же, что появился опыт и желание развивать этот вид спорта. В Ульяновске начинает зарождаться новый вид спорта и сегодня проводится первый региональный турнир по фигурному катанию. Надеемся, что сегодняшний турнир даст как раз тот толчок к развитию этого прекрасного вида спорта. И мы в ближайшее время увидим уже наших чемпионов. В Ульяновске в будущем году намерены продолжить традицию проведения состязаний. Кроме того, есть договоренность об участии ульяновских фигуристок в соревнованиях в соседних городах. Производственный сектор уголовно-исполнительной системы России 21 декабря отмечает 120 лет со дня основания. На какие работы осужденные в колониях выходят сегодня? И какова главная цель труда в исправительных учреждениях? Об этом сразу после информации о погоде в программе «Тема дня». На этом наш выпуск подошел к концу. Далее информация о погоде. Я же желаю вам хорошего продолжения вечера и до новых встреч в эфире. Ну все, внучка, подарки приготовил. Осталось только придумать, как будем поздравлять Россию с Новым Годом. Дедушка, но за столько лет все идеи закончились. И нам нужна помощь телезрителей. ГТРК «Волга» объявляет новый конкурс. Поздравь Россию с Новым Годом. Запишите видео на смартфон и отправьте ваш ролик нам. Авторы самых популярных видеороликов получат призы от нашей телерадиокомпании. Все подробности на сайте. gtrk.defis.volga.ru Партнеры конкурса. Стоматологическая клиника «Галерея улыбок». Медицинский центр «Надежда». Логопедический центр «Академия речи». И сеть салонов оптики «Симбирский взгляд». В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Ожидается облачная и с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью по области минус 7,12. В Ульяновске минус 7,9. Завтра днем по области минус 2,7. В Ульяновске минус 3,5. На отдельных участках дорог сохранится «Галереица». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова